Такие тренировки у Антонины Гергушкиной проходят три раза в неделю. Сейчас спортсменке важно закрепить все недочеты, которые помешали ей в 11-й раз взять золото чемпионата России по универсальному бою. На последних соревнованиях Антонина отобралась на мировые состязания, но все-таки уступила сопернице в очень тяжелом и равном бою. Победители определяли решением судей. На следующем турнире Иркутянка намерена взять реванш. Единоборством Антонина занимается 7 лет. Тренировалась у Алексея Шмакова. Позже стала членом сборной России, мастером спорта. Десять раз брала чемпионат страны, девять – чемпионат мира. На него Антонина пробиралась, минуя европейские турниры. Наставники отмечают – секрет успеха прост, системный подход к любимому делу, а также трудолюбие и упорство. Результаты пошли, конечно, не сразу. Конечно, не сразу. Была такая долгая пробуксовка. Ставили технику, создавали базовый фундамент. И где-то, наверное, с 2011-2012 года Тоню прострелил это. Пошли результаты. Вначале, конечно, на местных уровнях соревнований, потом региональные. Первый раз выехала на Россию и сразу она стала, не помню, уже то ли призеркой, то ли даже победительницей. А после тренировки наша героиня идет на службу. Там ей пригождаются навыки, полученные за годы занятий профессиональным спортом. Именно благодаря умениям она успешно сдала нормативы на отлично и стала служить в Росгвардии, получив звание младший сержант. Я с детства мечтала попасть именно в государственную службу, именно в силовые структуры. Также я хочу свою карьеру и жизнь посвятить этому в своих структурах. Сейчас получаю высшее образование и хочу дальше на офицерскую должность. Антонина планирует и дальше выступать на соревнованиях разного уровня. Совсем скоро в ее график добавятся и турниры Росгвардии, где чемпионка мира будет выступать наравне с мужчинами. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok